Сегодня, катаясь в городе на велосипеде, который я взял, я решил попутно включить на Amazfit B-браслете тренировку на велосипеде. И после того, как я прокатился по городу в общей сложности сам телефон, вернее в общей сложности само приложение мне посчитало в районе пяти километров. А Amazfit BIP, который я включил не сразу, насчитал немного другие показания 5,48 километров. Но я ему доверяю более точно, потому что здесь получилось, он мне построил диафрагму маршрута моего по перемещению по городу, вот причем с довольно-таки хорошей точностью. Вот здесь он мне показал подробности всей моей тренировки. Периодически каждый километр выскакивало, среднее время, за которое я проехал этот километр, средняя скорость. Вот, ну в принципе мне понравилось совсем другое. То, что мне показал общее время, сколько я проехал, максимальная скорость, которая у меня была, средняя скорость, это все понятно. Удары в минуту он мерял пульс периодически. Вот, подъемы, спуски он определил более-менее правильно. Вот, здесь мне еще понравилась графа графики, где высота, пульс и скорость отображены в разноцветных графиках, которые можно будет наложить потом вместе. Вот, ну в принципе не суть важна. Важно то, что он работал как настоящий навигатор, в принципе, как бортовой компьютер. Вот, причем я так думаю, что это скорее всего сам браслет определял местоположение. Вот, в этом самом пространстве. Поэтому, как бы, вещь хорошая, для тренировок, для того, чтобы просто покататься, можно зайти, посмотреть, взять на вооружение себе, если кто-то хочет воспользоваться данной функцией.